МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Татьяна Косачёва, региональный координатор российского движения школьников. В этом году движению школьников исполнилось 4 года. Мы вас поздравляем с этим событием. Спасибо большое. Расскажите, чего удалось достичь за это время? Так всё и не упомню, чего удалось достичь, потому что достичь удалось многое. Самое главное, что сейчас есть одна большая команда, это Рязанское региональное отделение РДШ, которое без ложной скромности, можно сказать, что на уровне федерации очень ценится, оценивается по достоинству. Даже на последнем съезде наш председатель получил награду один из двух председателей по всей России из всех 85 регионов. Поэтому можем сказать, что действительно добиваемся успехов. Самое главное, добиваются успехов наши дети. Они практически всегда являются финалистами всех всероссийских конкурсов. Сейчас очень сложно всех перечистить, их слишком много. Это и какие-то отрядные конкурсы, и индивидуальные. Они являются участниками всероссийских смен. РДШ и в Орленке, и даже в Океан мы стали уже ездить. Родители стали отпускать так далеко ребят, потому что понимают, что это действительно уникальная возможность для этих ребят. Если говорить совсем о конкурсах, которые только-только подвели итоги, то это конкурсы, национальные проекты «Добро не уходит на каникулы», где мы тоже в двух номинациях смогли добиться высоких результатов. В 10 наших школ, в которых отряды менее двух лет действует, волонтерская деятельность, они получили гранты на материально-техническую базу. И в индивидуальной номинации, где всего лишь 20 победителей, наша школьница Власова Валя из Михайлова, она получила возможность получить стажировку в самых крупнейших общественных организациях нашей страны. И вот она поедет в Москву совсем скоро и будет там проходить обучение. А так, таких проектов, конечно, много. Плюс у нас ко всему очень активно действует Детский совет, чему не могут похвастаться другие регионы. Уже второй состав Детского совета избран. И это действительно та команда, которая очень инициативная, которая берет на себя ответственность, которая принимает решения, которая организует, и они уже являются организаторами многих площадок и событий на территории Рязанской области. А давайте вернемся немного к истории. Как создавалось Российское движение школьников? Российское движение школьников создано у нас по указу Владимира Путина. Насколько мы все знаем, это произошло 29 октября 2015 года. Сама я, мне удалось участвовать, я принимала участие в таком историческом событии, как первый съезд Российского движения школьников. Проходил он в МГУ. И в дальнейшем, после того, как оно было создано, начали создаваться региональные отделения. Наше региональное отделение тоже имеет определенную значимую дату, как 29 октября, да, все понимаем, с чем ассоциируется эта дата. Так, наше региональное отделение было создано 12 апреля 2016 года, в День космонавтики. И дата запоминается, и мы решили, что это очень хороший старт для нашего отделения. Плюс ко всему, председатель РДШ Сергей Николаевич Рязанский является героем России, летчиком-космонавтом. А как изменилось российское движение школьников за это время? Я так поняла, приобрело более официальный статус, и уже ребята могут получить членские билеты, да? Да, с этого года. У нас ребята вступали в организацию, они принадлежали к организации, они участвовали в различных конкурсах. Но сейчас это действительно приобретает очень такую формальную, но в то же время хорошую и приятную для ребят форму. С 1 сентября они начали регистрироваться на сайте не просто как участник движения, не просто иметь личный кабинет на сайте, теперь они вступают в организацию. Официально создаются местные первичные отделения российского движения школьников. Ребята печатают заявления, отдают их, они становятся официально членами организации. Теперь на сайте они могут подтверждать свое участие в определенных событиях, тем самым они сразу же после этого события получают сертификат об участии либо победе в этом событии, и они постепенно нарабатывают баллы в российском движении школьников, тоже, чему очень рады ребята. Теперь существует система личностного роста. Три ступени для школьников, и есть четвертая ступень – наставник, для педагогов, вожатых. Так как российское движение школьников у нас с восьми лет и до бесконечности, абсолютно любой человек может вступить в это движение и участвовать в нем, и помогать, это не только педагоги. У нас есть такие примеры, когда ребята учатся в радиотехническом университете и активно помогают нашему региональному отделению, участвуют во всем, им нравится этим заниматься, являются региональными координаторами определенных проектов, так как их масса. Вы говорили о вожатых, у нас есть отделение вожатых, я так и поняла. Да, сразу с того момента, как российское движение школьников вступило в силу, начали сотрудничать различные педагогические вузы с региональными отделениями по России. Их не так много, но в Рязанский государственный университет сразу пошел навстречу. Они сразу очень помогали нам методически, экспертно. И вот с прошлого года на факультете истории международных отношений открылась специальность «История развития детского движения». По факту там готовят вожатых российского движения школьников. В том году была набрана одна группа таких ребят. Сразу же практически вся группа решила, что мы теперь будем педагогическим отрядом, помогающим региональному отделению. Сейчас они называются педотряд «Сапфир», педотряд «РДШ». В этом году таких группы уже набралось две. Помимо того, что эти ребята обучаются, и что есть конкретные ребята, которые обучаются на этой специальности и становятся членами этого педотряда. Помимо этого, так как мы уже действуем четыре года, есть ребята, которые выпустились из школы и пришли учиться, допустим, в РГУ. На другие факультеты, на другие специальности. Но узнав, что теперь есть отряд, они также вступают в ряды этого отряда, несмотря на то, что они не учатся на специальности, готовящие специально вожатых РДШ. Если говорить в целом о направлениях, каковы они? Есть четыре направления с самого начала, они все прописаны в уставе. Четыре направления российского движения школьников – личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное. По сути, все эти четыре направления, они как раз являются той воспитательной системой, которая у нас есть в школе. Они закрывают всю внеурочную деятельность, всю структуру дополнительного образования. Поэтому мы часто говорим, что РДШ – это не просто создание таких проектов для школьников, где они могут проявить себя, но это еще и создание единой воспитательной системы для школ. И мы очень часто школам советуем при планировании своей деятельности на год учитывать план работы российского движения школьников и подстраиваться под проект российского движения школьников только ради того, чтобы и детям было интересно, и педагогам было проще. И чтобы как-то усовременить систему воспитательной работы в школе. Каким значимым мероприятием вы сейчас готовитесь? Опять же, их много, они все параллельно. Сейчас интересно то, что с этого года российское движение школьников в принципе запустило много новых проектов. Их всего четыре группы проектов – национальные, флагманские, приоритетные, пилотные проекты, которые опробируются, которые, допустим, пришли снизу с разных регионов, прошли экспертную оценку, а теперь пробуются на уровне регионов. И дни единых действий, когда мы в один день делаем по единой концепции что-то очень значимое. И особенность в том, что теперь эти проекты практически все долгосрочные. Они запускаются 1 сентября, и в конце учебного года подводится итог. Поэтому можно сказать, что мы работаем параллельно над 24 проектами, помимо региональных событий. Но если говорить прям конкретно о событиях, то сейчас мы уже начали готовиться к зимнему фестивалю. Это главное итоговое событие всего российского движения «Школьников», когда собираются делегации из всех регионов. Скажу сразу, что у нас очень большая квота. У нас вторая квота после Москвы. Туда едут ребята, добившиеся различных успехов в различных конкурсах или получивших путевок в тех же самых всероссийских детских сменах. В течение года они проработали, и они едут на зимний фестиваль, чтобы получить какую-то информацию. Там будет и образовательная составляющая, и культурная составляющая, и подведение итогов крупных событий, таких как конкурс «Лидер XXI века» и конкурс «Лига вожатых». Если говорить об уставе, что-то в уставе поменялось? В уставе произошли незначительные изменения, но самое главное, что мы наконец-то обратились к этому уставу, и то, о чем я говорила, что мы начали все официально создавать, и ребята стали официально вступать в организацию. Просто для меня лично это тоже очень большой успех организации, и я вижу в этом большой плюс. Сейчас проходит слет для активистов. Расскажите о нем. Да. В этом году на протяжении четырех лет мы старались проводить различные слеты актива Российского движения школьников. Долгие годы нам помогали наши уже такие значимые педотряды. Это педотряд лагеря «Пламенный». Например, также мы и в лагере «Пламенный», и в лагере «Рубин» старались тоже проводить какие-то мероприятия Российского движения школьников, чтобы знакомить ребят с этой организацией. Плюс мы выходили на летние лагеря, такие как «Звездные», «Содружество» и многие другие, я не говорю о пришкольных лагерях, а крупных. В этом году мы провели самостоятельно три слета, но еще не до конца провели, можно сказать, во вторник, я скажу, что мы это сделали. Это, во-первых, расширенное заседание Детского совета, совсем недавно прошло у нас в «Звездном», где мы собрали старый детский совет, новый детский совет, где мы обучали ребят и избрали нового председателя Детского совета. Это у нас Истомин Максим, ученик 65-й школы. И затем два слета. Первый в «Прометее» для самых маленьких участников Российского движения «Школьников». Такой был тоже очень интересный опыт для нас. Это 5-7 классы, 120 человек, где они, по сути, знакомились с проектами и выбирали, что же им интересно, какое из направлений интересно, какие из проектов интересны ребятам. Это наше такое будущее подрастающее поколение. И сейчас проходит смена для ребят постарше. Это 9-й, 10-й, 11-й классы. Она направлена на тему ученического самоуправления. Если говорить о слете, что наиболее интересно ребятам сейчас? Ребятам очень много интересного. Ребята безумно активные. И самое приятное, они очень критически мыслят. С ними всегда интересно побеседовать на тему проектов. Они уже не просто участвуют в проекте, они сами предлагают какие-то концепции, сами предлагают, как изменить этот проект, что нужно сделать в регионе, чтобы, может быть, больше привлечь к этому проекту ребят. Они всегда задают интересные вопросы, они с интересом слушают о тех проектах, которые есть в РТШ. Самое главное, они сейчас общаются, они находят какие-то единые интересы в рамках организации. И тем самым создается команда, крепкая дружба и сотрудничество. И в дальнейшем мы видим хорошие примеры. Опять же, коснусь этой темы, когда у нас выпускаются ребята, уходят в университеты, и при этом они сами проявляют инициативу, становятся руководителем. У нас самый молодой руководитель. Есть большой национальный проект «Классные встречи». Так вот, у нас есть свой руководитель в регионе. Это Анна Шитова. Раньше она была председателем детского совета. Сейчас она студентка первого курса физмата РГУ. И она является как раз куратором «Классных встреч» в регионе. Это самый молодой куратор из всех регионов России. И она это делает очень качественно, креативно, а главное, с большим желанием. Что бы вы хотели пожелать родителям и школьникам? Мне очень хочется, чтобы ребята рассказывали в семье Российском движении школьников. У нас очень много проектов, направленных на семью, на вовлечение родителей в это движение. Очень важно, чтобы сейчас к этому интересу ребят, потому что видно, что у ребят есть интерес к этим проектам, потому что проекты действительно, очень к ним серьезный подход со стороны различных партнеров. Если мы посмотрим каждый из проектов из 24, которые есть в РДШ, они все прошли экспертную оценку различных структур. Самых крупных коммерческих бизнес-структур России. Это крупнейшие вузы, МГУ и высшие школы экономики, которые разрабатывают образовательную программу для этих проектов. И ребята, по сути, получают тот контент, который получают какие-нибудь бизнесмены за большие деньги. И видно, что ребятам интересно, потому что это современно, это интересно, это новые форматы, это то, чего не было у них раньше. Хочется, чтобы педагоги всех школ, и учителя-предметники, и классные руководители, потому что проще всего договориться с замом по воспитателям, но хочется, чтобы они поняли, все абсолютно педагоги, что мы должны воспитывать ребят и стараться смотреть на их интересы, чтобы они обратились к российскому движению школьников, чтобы они начали также принимать активную часть, и чтобы родители узнавали о том, чем занимается их ребёнок, и как-то тоже активно стали в эту деятельность включаться. Потому что очень много проектов есть и для родителей, есть и Всероссийский форум родительский, РДШ. Потому что очень важно, чтобы мы сообща, и дети, и педагоги, и родители, и молодёжь, студенты в том числе, потому что сейчас они также подключаются к этой работе, чтобы мы сообща выстраивали, может быть, громкие слова, скажу, но по сути это так, сообща выстраивали вот это счастливое детство детей. Им это интересно, им нужно помогать в этом. Они всё сделают сами и придумают. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова